Здравствуйте, дорогие мои рыбки! Представляю вашему вниманию расклад 12 домов гороскопа. Этот расклад описывает события в мае 2017 года во всех сферах вашей жизни. Хочу также отметить, что данный прогноз является общим, так как у каждого у вас могут быть свои нюансы. Итак, что ждет вас в мае 2017 года? Рассмотрим первый дом. Дом вашего настроения, ваших привычек, вашего поведения. Выпала у нас здесь девятка пентаклей. Ну что ж, в мае месяце, дорогие рыбки, вас часто будет наполнять чувство такой уверенности в себе. Особенно по финансовой части, так как девятка пентаклей все-таки денежная карта. Также посетит и чувство гордости за себя. Наконец-то все получилось, работа завершена, можно и расслабиться. Вот под такое настроение вы вполне можете рвануть на природу. Вот только, скорее всего, без компании. Потому что захочется вам побыть в одиночестве, отдохнуть от суеты, и насладиться общением с собой, любимой или любимым, своими победами в карьере. Карты расклада указывают именно эта сфера дел. Дел для вас будет важна и успешна, скажем так. Что же у нас по второму дому? Дом денег, дом доходов и расходов. Выпала тройка чаш. По части денег вполне возможны изменения. Вас может отметить и похвалить начальство. Даже повысить в должности и в зарплате. И это будет повод отметить в узком кругу коллег. Тот, кто искал работу, может найти ее. Ему помогут в этом знакомые. Не исключены какие-то совместные с друзьями задумки по заработку. В том числе и через интернет. Будут такие посиделочки по этому вопросу. Даже наметятся какие-то договоренности. Вот следующий третий дом. Дом коммуникации, коротких поездок, документации, информации. Он меня как-то немножко огорчил. Выпала пятерка мечей. Так вот, огорчил и с другой стороны, вроде бы, может даже и логично появление этой карты. Почему? Потому что, когда мы начинаем активно действовать в чем-то, неизбежно противодействие со стороны других людей. Ну, это как правило. Вы, наверное, замечали такое. И май месяц, я думаю, что не исключение. Вполне могут быть конфликты в общении. Конфликты по поводу оформления документов. Какие-то такие недомолвки или нюансы в командировочках, на дороге, между водителями. Может, вполне вас даже не устроит какая-то полученная информация. И вы начнете копать в этом направлении. Возможно, даже выяснять на повышенных тонах. И вполне может дойти даже до ссоры, до конфликтов. С учебой может не заладиться, кто учится. Типа, сорвутся курсы. Или их содержание не будет соответствовать заявленному устроителям. И это тоже может быть. Но, все это мелочи. Проблемы вы порешаете. Единственное, конечно, останется неприятная осадочка. Четвертый дом. Дом семьи, жилья. Выпала карта четверка жезлов. Как я раньше сказала, что в мае месяце вам, рыбке, возможно, захочется какого-то уединения. И, уверяю вас, для этого будет прекрасное место. У кого-то это будет родительский дом. У кого-то ваше семейное кнездо, где царит гармония и покой. Это ваш тыл, где можно расслабиться. Где тебя любят, ждут и поддержат в трудную минуту. Для тех, кто живет один, это место, где вам хорошо. Где вас ждет ваше любимое кресло или диванчик. Любимое хобби. Очаровательный песик. Или очаровательная кошечка. У каждого своя крепость безопасности. И в мае месяце такое место будет для вас особо притягательным. Следующий дом. Пятый дом. Выпала карта домочаж. Дом любви, детей, хобби. Что мы видим в этом пятом доме? Ну, разделим здесь немножко более подробно. То есть, для тех, кто в браке. Вот для них месяц будет наполнен чувственностью, эмоциональностью, повышенным вниманием друг к другу. Но не исключено и легкое перетягивание одеяла на свою сторону. Кто-то из рыбок может в этом месяце пойти и на такие маленькие жертвы. Только, чтобы еще больше выразить свою любовь к партнеру. Ну, типа кофе в постель утром. После работы приготовить любимое блюдо партнера. Взять на себя на какое-то время выполнение обязательств партнера. Типа магазин, уборка. Для тех же, кто имеет партнера, но не в браке. В общем-то, свойственно будет то же самое, что и с замужними женатым. Единственное отличие. Конкуренция, возможно, между собой будет более выражена. Причина этого мне видится неоднозначной, смешанной, что ли. Причиной может быть отчасти из чувства иметь какую-то долю независимости, свободы. И в то же время чувство нужды партнере. Ну и страха его потерять. И мне кажется, что вот первая причина, она главнее будет. Именно только в этом месяце. То есть именно независимость, потребность в уединении. Будет присутствовать, конечно, и страх потерять партнера из-за подозрений, что есть связь на стороне. Ну, грубо говоря, могут увести. Для тех, кто свободен. Этот период больше покоя души, некой отстраненности, ухода в себя, размышления. А нужен ли мне сейчас именно партнер? И какой нужен? На что я готова ради таких отношений? В общем, время раздумий с ноткой некого внутреннего страха, переживания. Переживания, что не найдется так. Любимый человек именно такой, какой мне нужен. Что еще ждет по пятому тому у вас? Возможно, вы займетесь каким-то хобби, творческого направления. Ну, например, накатит на вас волна вдохновения. И вы начнете писать книгу, стихи, танцевать, петь. Не исключено в этом месяце легкое волнение, связанное с детьми. Ну, либо мама будет беспокоиться о вас. Уж по какой причине? Я, конечно, не знаю. Перейдем к следующему дому, к следующей сфере. Это шестой дом. Выпала здесь у нас карта Верховный Жрец, Старший Аркан. Что касается повседневных дел, ваших обязательств по работе, семье. Здесь вы будете поступать здраво, обдуманно, ну, исходя из традиции вашей семьи. Это касается и питания, подхода к своему здоровью, лечению, также и подходу к домашним делам. По седьмому дому выпала семерка жезлов. Сфера отношений. Ну, здесь у нас может наблюдаться борьба за сферу влияния на работе с деловыми партнерами или в личных отношениях, у кого как. Например, в работе с коллегой за более лучшую должность, за выгодный проект. В бизнесе с конкурентами за контракты, за клиентов. А в личных отношениях тоже борьба может быть. Ну, например, с конкурентами, вернее, с претендентами на руку и сердце любимого человека. Однако, расстраиваться не надо. В любом случае, ваши противники проиграют. Не беспокойтесь. Следующий дом у нас восьмой дом. Дом трансформации. Выпала не очень положительная карта. Восьмерка мечей. Ну, я полагаю, что напряженность в сфере отношений, которая у нас прошла по седьмому дому, она сказалась на вашем внутреннем состоянии. Но хочу отметить, что это все ваши внутренние страхи, не боли. Так что будьте готовы, если вас посетит чувство беспомощности, неуверенности, ощущение одиночества. Не переживайте. Препятствия вы ликвидируете. Из затруднительного положения выйдете. С соперниками или соперницей разберетесь. Как я ранее сказала, май для вас это месяц уверенности в себе. Далее, девятый дом. Дом дальних поездок, образования, общения с дальними друзьями, иностранцами. Выпала опять у нас не очень приятная карта. Десятка мечей. И карта завершения, конца чего-то. Ну, например, возможно, вы наконец-то закончите институт. Учеба вам давалась трудной. И поэтому для вас это просто освобождение. А может бросите его и прекратите свои мучения. Или вы собирались в дальнюю поездку, и она сорвалась. Не дали визу. Неожиданно вызвали на работу. Отказали в кредите. Да мало ли какие причины могут быть. Могут по этой карте и быть отказ в работе за рубежом. Что еще? По этой карте идет у нас еще и прекращение общения с дальними друзьями. Ликвидация своих страничек в соцсетях по разным причинам. У каждого из вас они свои. Ну, допустим, одна из этих причин может быть, что вы захотели освободить свое время, на более нужные дела. Скинут ненужный балласт общения с неинтересными вами людьми. И сосредоточиться на своей главной цели. Вот как-то так. Перейдем к десятому дому. Дому карьеры, работы, целей. Вот как я сказала при анализе девятого дома, что у вас, возможно, появится какая-то цель. Так вот, выпавшая карта-колесница в десятом доме, она подтверждает, что такое вполне возможно. Возможный прорыв в карьере и получение больших доходов, и завоевание лидирующего положения в какой-то сфере, повышение своего мастерства, ну и не исключено и открытие даже своего дела. То есть, карта говорит о начале какого-то движения к чему-то, очень важному для вас. И вы четко понимаете, что вожжи нужно держать крепко, иначе лошадка понесет не туда, и вообще выбросит вас из колесницы. Имейте в виду это. Следующий дом, дом одиннадцатый, дом дальних друзей, единомышленников. Здесь у нас выпала карта правосудия. Ну, здесь мне видится, скорее всего, оформление каких-то юридических документов. Кстати, это может быть и действительно оформление документов на совместный бизнес с единомышленниками. Что еще? Возможно решение каких-то вопросов юридическим способом, через суд, адвоката, ну и так далее. Последний у нас дом, двенадцатый дом, дом секретов, вашего подсознания, уединения. Здесь выпала карта шестерка чаш. Расклад вообще мая показывает, что в этом месяце вполне не исключены и разрывы отношений с кем-то, и расставания с чем-то. Поэтому, естественно, вас иногда будет охватывать чувство ностальгии о прошлых отношениях или делах. И эта ностальгия, естественно, будет, когда вы будете оставаться в уединении от всех. И вы не будете афишировать о своих мыслях и о своих печалях. Кстати, не исключены и тайные встречи с людьми из прошлого. Ну и последнее, что можно сказать. Вполне возможно по шестерке чаш общение с человеком из прошлого, но находящего далеко от вас. Через интернет, там скайп или другие виды связи. Вот как-то так. Ну что ж, дорогие мои рыбки золотые. Вот такой месяц у нас сложился. Как говорится, от меня ничего не зависело. Че получилось, то получилось. Напоминаю вам еще раз, что это общий расклад. Ну и желаю вам счастья, любви, успехов, здоровья. И до новых встреч.